Приветствую тебя, мой дорогой зритель или моя дорогая зрительница. Сегодня у нас с тобой знаменательное событие. Вышел новый эпизод Тинни-Пуни. Я уже нахрен не помню, если честно, что у нас было в предыдущих эпизодах, но, но, надо продолжить, надо узнать, чем закончится эта история. Поэтому, если что, сразу лайк, подписка на канал. Заранее предупреждаю, если ты человек, который не знаком со мной, я, во-первых, не умею читать, как будто я представитель коррекционного класса. Я громко ору, поэтому сразу готовься. Шутки у меня, как у представителей уральских пельменей, и сам я пельмень. И голос у меня, как скрипучий контрабас. Поэтому, если что, приятного просмотра тебя. Насколько я понимаю, у нас есть Матюхин, ну не у нас есть, он пропал, да? Есть Вова Матюхин, 10 лет. Симен Бабурин, тоже сколько-то лет не видно, украли его. И Катюха пропала, и все, и обидно. Вот сейчас последний у нас пропала Катюха. В прошлый раз у нас, вроде как, я помню, нам подарили маску, лисичка нам подарила маску. Мы что-то в наркотический треп куда-то улетели, и все, и пропала Катя. Да, Саша, ученица 6-го В-класса, последний раз Катю видели днем. Примерный рост 155 сантиметров. Здоровая, блин, глаза зеленые, да? Кудащавая телосложение, одета в куртку, капюшон, у нее носит резинку для волос в виде земляники. Ну все, потерялась. Навсегда. Четвертый эпизод бьет копытом озим. Да ты шо, а? Вот это надо, погнали. Пяша подсел к нам и озабочена, кусая губу. Да, я уже, кстати, забыл то, что у нашего главного героя зовут Тоша. Ты вчера ничего странного не видел, да? Да, конечно, нет, я всего лишь бегал с какими-то непонятными людьми по лесу в масках. Это обычный день, это каждый день у меня так происходит. Мой ответ был чистейшей ложью. Нет. Чистейшая ложка, да ты шо, вот это налгал, мужик. Я троша, повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Повезло, повезло, вот это повезло, иначе в тюрьму бы пошел, да? Я не выпустили вечером на репетицию. На репетицию чего? А то на месте Катьки оказались бы мы. А ты на репетиции чего участвуешь? Ты ж хулиган. Бяша судорожно почесал кадык. Откуда у десятилетнего мальчика кадык? Шо вы рассказываете, алё? Я чё сказать хотела? Чё, Бяша? Чё, Бяша? Кое-что слышал. Что, Бяша? Что ты слышал? Этим утром я, как обычно, в школу сел. Ага. Вдруг слышу плать за деревьями. Да ты шо? Сечом, да. А, мы слышали такое. Ну, я про Катьку-то не знал тогда. Не знал бы. Стрёмно оно было. Вот ты, конечно, очкошник, Бяша. Надо было выйти просто похоронить за деревьями все. Ой, это понятно. Откуда вы знаете, что в жопе темно не могу понять? Вы друг друга исследовали, что ли? Алло. Да по-любому она, естественно. Мы вместе таком парсивом. Ты в буреломе неподалёку от кладбища. А почему ты в школу шёл именно этой дорогой? Через бурелом неподалёку от кладбища шёл, понимаете ли, в школу. Позитивная дорога. Хорош бургом нать. Ты врун, понимаешь? Ты врун. Ты врун, да юна. Он уже давал зубы, кстати. Да, поэтому у него несколько зубов нет. А вы уверены, что Катя действительно пропала? Ну, милиция ж объявление выставила, аж не просто так объявление выставила. Нет, милиция любое заявление выдаёт, на стенку вешает. После этого Катя приходит, как вы чё, меня похоронили уже, что ли? Все объявления, которые мы по городу развесили, все снимаем после этого, конечно. О, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Всё, это значит не будет математики сегодня. Летс го! Слетела контрольная. Вот это повезло, блин. Как пить дать, пацаны? Это Катька в тайге останала. Да по-любому Катька в тайге останала, сто процентов. Это не ёманье, чело добрался. Я вспомнил Катю, такую красивую и такую подлую. А, да ты шо, блин? А, сука, ты что пугаешь меня, подлая, дура, красивая, осуждаю максимально. Первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела округлиться. Летс го! Первая сплетница, змея и гадина. У всех женщин, у которых первых начинает расти грудь, они все змеи. Они все змеи лестницы, все гадины, понимаешь? Сразу, творыны. Беша загибал пальцы, у него тоже пальцев не хватает, он у меня тоже как зубами клялся. Вова, Семен, Катя. Четыре человека, да. Слушай, да. Подожди, Сенечка, а кто такой Сенечка? Рома хлопнул ладонями по парте. Так, пацаны, отныне смотреть Вова. А до этого мы не смотрели Вова, украли трех людей. Мы такие до этого, да и ладно. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. А жить мы вместе тоже тогда будем? Где ты предполагаешь, что мы все втроем жить будем? На остальных мне плевать, но вас я обиду не дам. Вот это я понимаю. Вот это, на Симена, на Катю. Та и ладно, ну их нахрен. А ты Полинку. Ага, класс. А, Полина еще, кстати. Ну все, а точно, Полина еще какая-то есть. Пусть у вас с ней все получится. Согласен. Я и думать забыл, что мне когда-то нравилась Полина. Вот она. Потому что Катюху-то украли, уже все понятно. После вчерашней ночи мои мысли занимала лишь одна девочка. А, лысо. Вот она, блин. Фуритяночка, естественно. Девочка-лисичка уже всю голову вскуржила пареньку. Ребята направились в столовую. Вы таким темпом до перемена не успеете найти. Направились в столовую. А я остался царапать ручкой в тетради и выводить пикисосин. И две крошечные фигурки, летящие между кронами и полной луной. Какие пикисосин? Его нахрен потом не отругают за то, что он рисует на двух листах тетради здоровый пикисосин. По предплечье побежали ордой мурашки, ретиво заскакивая за шиворот. Но было вроде так просто взбыть к небесам. Но что-то злое гнуло. Что-то не успел. Ладно. Кто-то в поселке не успел. Это я кнопку нажимаю, чтобы переключить слова. Я не успел. Кто-то в поселке был явно к этому причастия. Скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. За благочестивой маской! Какая-то непонятная девочка-лисичка в костюме лисы бегает ночью по лесу со своими корешами, орет и летает на пиках сосен. Благочестивая маска. Да она добрая, позитивная, конечно. Рисуешь? Я, да, я. А почему тебе тетрадь не подписана? Как потом преподаватель вот если возьмет тетрадку, она после этого сразу скажет. А чья это тетрадь? Почему она не подписана? Я шо, должна узнавать, чья это по почерку? Вы шо думаете, шо вы у меня одни такие, да? Шо я ваш весь почерк знаю поганый? Я садливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так дурака валяю. А лучше б ты в школе учился, парень. Полина облокотилась на парту, та ты шо. Ей лет 13 или 14 подходит? Привет, Антон. Все мы себя в 13 лет так вели. Ладно пикисоси нарисовать на тетраде. Но вот это. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску притворной повседневности. Я улыбнул. Все, ты опять уже влюбился. Представляю, как юбочка Полины порхает по ветру, как звезды искрятся с всех сторон. И она удивленно спрашивает, не сон ли это? Все, пацан поплыл уже. Лицо Полины снова помрачнело. Уже слышал про Катю? Нет, не довелось мне еще послышать. Почему, кстати, она реально вот висит на доске? Не на доске объявлений, не еще где-то. Вы не пишете на доске, да? Ужасно. Да. 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 Ну я писал диалоги в этой игре. Ужасно, ищу Тору, Катю мне жалеть сложно. Блин, да? Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки. И правильно, что ее украли. Потому что и Симон тоже туда идет. Полина покачала головой. Я чудовище, да. Да почему ты чудовище-то сразу? Ну если потерялся бы Гитлер. Понятно, что Катя не Гитлер. Понятное дело. Но все-таки. А, все, я уснул. Нет, подумал я. Ты одна из самых красивых девушек. А так в смысле-то? Ты только что минуту назад говорил. Катя, самая красивая девочка. Она ужасная. Она гадюка, змея, сисястая. Осуждаю максимально. Полина, самая красивая девочка. Какой ты непостоянный паренек. Кого встречал? Ну для меня, увы, ты только на втором. А, потому что и вот. Парень просто в фури комьюнити ворвался. С двух ног, насколько я понимаю. Девочка-лисичка вскружила голову парню. Но вслух я ничего не сказал. Ты же даже лица не видел, девочки-лисички. Или тебе похрен? Ты будешь жить с женщиной с маской лисы. И потом будешь на вырост эту маску увеличивать. Это у нее ж хлебало расти-то будет со временем или нет? Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстрыло меня больше, чем пропажа одноклассницы. Исчезновение какой анкеты? Я что-то... Ноздри словно уловили запах конфет древесной смолы и фейерверк. Как ты умудряешься такие запахи находить? Вот ему тоже лет 13-14. Проходит девочка какая-то, шестиклассница. От нее пахнет древесной смолой, конфетами и фейерверком. Откуда от нее так это пахнет? Ты потеряла анкету? Осуждаю максимально, да? Как же так? И кто-то сейчас читает чужие секреты. А, анкета, это где мы писали... И какая она... Какие там секреты? Там написано имя, фамилия, когда ты родился, и твой кореш, по-моему, что-то типа такого. И хобби, по-моему. Вот это секреты, кстати. Но я бы такого никогда не рассказывал о себе, на самом деле. Это тайна. Лес, подумал я. Я в абразивсках скрученные ветви поддевают страницы и листают их, трогая детский почерк обледенелыми сучками. Первая мысль, которая пришла в голову. Конечно, лес читает секреты. Не какой-то чел, не какой-то бомж, который случайно тетрадку на побойке нашел. Не, лес читает обледенелыми сучками. Ты про Катю или про анкету? Не понял, про Катю или про тетрадку? Хотел уточнить, увидел, что Полина пристально меня изучает. Что такое? Что? Что? А! Ты будто изменился. Ну, а как ты думаешь, одна ночь в лесу с какими-то фури комьюнити, она меняет человека просто максимально, бесповоротно? Я прикладил волосы удивлённо. Просто не выспался. Ага. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Я таджмахал тупо, я Петро. Я подумал о флейте, струящемся между косматыми деревьями. Да, это моя флейта, косматая. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Да я и помню наш вчерашний разговор. Это было несколько лет тому назад. Что ты? Она кивнула, словно признавая, что полностью мне доверяет. Я всё забыл. Поля, прости, я всё забыл. Я не знаю, заслуживали я такого доверия. А может, погуляем после уроков? Хорошо. Я же с пацанами пошёл гулять. Мы же друг друга охраняем теперь. У нас гачи-клуб. Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Вот дед только... Вот ей только повод, понимаешь? Дед вот только на секунду чуть-чуть получше себя почувствовал. На полградуса у него температура стала меньше. Всё, после этого пошла с мужиками гулять. Осуждаю максимально, иди за дедом ухаживай. Вот так вот на дедов потом и меняют на молодых пацанов. Осуждаю максимально. Её волосы каскадом спадали на плечи. И так удивительно пахли, что я взлетал без всяких чарк, переливающимся звёздам какого-то внутреннего космоса. Почему бы и нет? Давай. Так а пацан... Пацанов на бабу поменял. Вот это бля... Осуждаю максимально. Это после алгебры на заднем дворе. Так у нас будет алгебра или не будет? Я не понял. Женщина, что не пришла, кто нам алгебру-то ведёт? Мы же сами не будем её изучать, потому что дураки, что ли? Она привстала и снова посмотрела на меня своими пронзительными глазами. Пробормотал гадая. Что-то из Мусоргского. Это я, да. Это я. Нет, пожалуй. Ну ладно, потом поговорим. Хорошо. Ну пока. Ну оля. И ушла, а вместо неё в проходе вырос Ромка. Он плюхнулся ко мне за парту и прошептал на ухо. Ты с ней говорил? Нет, мы просто на друга смотрели и мычали. Бяша проковырял к нам, но Ромка осадила его сердитым взором. Бяша, отвали на пару минут. Вот за что Бяшу? Самый нормальный парень. Он ради пацанов может девчонок сыграть. Он может просто в трапа превратиться. Трансвестит там ради пацанов может стать. Он берёт его и выгоняет. Чтобы Наполину поменять. Осуждаю максимально Ромка. Такое поведение нестандартное и просто не пацанское, я считаю. Тот обиженно пожал глупо и скрылся из класса. Рома опять повернулся ко мне? Ну, говорил или нет? А в чём проблема? Я не могу говорить, алё. Она что-то сказала про меня? Да конечно, она прям подошла и такой, блин, Ромка такой классный парень, такой хулиган. Мне хотелось улыбаться печально и обречённо. А Ромка, капитан команды Вольтрона, был влюблён. Действительно влюблён. Его взгляды кипела надежда, мольба и тревога. И делала его совсем наивным мальчиком, который гордился от мира спортом, резкими движениями и холодностью. Могу ли я передать его сейчас, когда он так уязвим? Мог ли сделать правильный выбор в ситуации, где нет ничего правильного? Ну, меньший зол остаётся только выбирать, я проговорил откашлявшись. Она спрашивала, где ты будешь после уроков. Чтоб не пересекаться с тобой, пёс. Лицо его стоило, чтобы соврать, он буквально засветился отчасти. Да и зачем? Вот зачем ты это делаешь? Я не могу понять. Вот он сейчас дал этому челу надежду, которая невосполнима в жизни, она непреодолима, она неосуществима. Он просто вверх ещё поднялся на плюс морали. И потом он как улетит вниз на руле Костерёв и Моушетс просто в пучину нахрен. Чем дальше от друг друга экстремумы находятся друг от друга, тем сильнее различия и перепады идут. Осуждаю максимально тебя. Ты дурак, Антон, да, как тебя не звали? А ты что? А я что? А я сказал, пошла ты вон, я ромбку люблю, не могу. Я думал, что ты будешь на заднем дворе. Ага. Я думал, поцеловал меня на радостях. Ромка взволнованно облизнул губы, вцепился мне в запястье и испугался, что сломает. Ну, Доха! Ну, спасибо, друг! Так а мне за что-то спасибо? Я не могу понять. За что мне-то спасибо? Погнали скорее готовиться! К чему готовиться? Ты пойдёшь набарафетчиваться? Это будет ситуация, сейчас пойдёт красивая одежда. Знаешь, как вот в этих вот разных фильмах старых, когда женщины собираются на свидание, да? Она пойдёт сейчас волосы себе, да, накрутит феном или как-то стайлером, или, ну, как-то женщина, конечно, у вас есть какие-то вещи, да? Дайсона, дайсона, волосы себе пошли посушить, да? Вот это, я знаю, модные слова. После этого, да, красивую одежду будет стоять, выбирать перед Антохой и стоять такой, может быть вот это, а может быть вот это вот, да? У неё всё равно две накидки вот эти вот спортивные есть и всё. И больше нихрена нет. Ну, будет выбирать стоять, да, чтобы на задний двор пойти. Пошли готовиться. Вообще мы закатим такую шоу-программу, что прям о-га-га! Какую шоу-программу? Что ты несёшь? Что ты хочешь? Он ушёл к ворчащему в коридоре бяш, а я, цепенёв, устаётся на пустой стул парень. А нахрена ты в коридор пошёл? Ты не мог на другую парту пойти сеть? Нет, у нас в коридор ушёл. Ты бы домой ещё сходил, наверное. Только что я променял одну дружбу на другую. Оставалось лишь надеяться, что я не прогадал. Да по-любому, естественно. Эхо звонка мчалось по мрачным закулкам школы. Аж ещё и снег пошёл. Эта природа плачет, и у неё холодно в сердце, поэтому появляются пушистые хлопья снега. Наспись, застёгивая куртку, я выпорхнул во двор. Синоптики не соврали, пророчья метель. С севера наползало свинцовое облако, в нём клокотал могучерёв. Дети вставали спиной к ветру, смеялись, когда поры вытолкали их по катку. Вьюга уносила смех фиолетовую даль. Ромка бросился ко мне, как только заметил привычную пустую пятачки за школой. Готов? Точно не сдрейфишь? Да я не помню, что ты хочешь. А, подожди, мы же драку хотим сделать, да, по-моему, или нет? Я не понял. Второго шанса не будет. Да, понятное дело. А я ж Ромку, по-моему, выбирал в телефоне, да, что типа я кореш Ромки, да? Ладно, я не был готов абсолютно. Да и мы и не готовились особо. Живот покалывал, требовал убираться, не взвязываясь в ранее проигрышное дело. Но бросить Ромку на полпути я уже не мог из принципа. Тем временем, загибая испачканный в чернилах пальцы, судорожно пересчитывал реквизит. Букет есть. Ага. Маньяк присутствует. Это я, это я маньяк. Что там еще? Э, все, больше ничего не надо. Ну, нож мне бы еще. А, что с моим образом? Мне какого маньяка сыграть? Не стеснительного маньяка сыграть. Блин, резкого маньяка сыграть. А может быть сыграть маньяка таинственного, да, такого заигрывающего маньяка. Или мне кринжового маньяка сыграть. Сверхзадача моя какая в этой ситуации? Где мой топор или там? Ага. Натерчил я свой топор, да, головешек полон двор. Маска. Маска, я маска. Да не гони, Тоха. Маска мне нужна. Я хочу быть маской, алло. Я анонимус. Я анонимус маньяк. Ты с тобой по жизни таскаешь. Ага. Только резче нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Хорошо, погнали. Так я маньяк же, если я нападу на тебя, то шестиклассник маньяка. В маске зайца как нападет сейчас, естественно. Я, с недоверием, поглядел на Ромку, но пальцы уже дощупали бегунок на молнии рюкзака и потянули за него в предвкушении. Вместо того, чтобы удивиться, я испытал лишь обречение, вытащив наружу мое настоящее лицо. Вот оно. Вместе с ней пришло спокойствие, и колики улеглись. Я вспомнил ощущение полета, невесомости, счастья. Тут же проблемы Ромки показались дозевоты мелочными и несущественными. Давай, как репетировали. Да мы же, естественно, одна ночь. Вот за одну ночь мы поставили величайший спектакль. Только она появится. Ага. И я играю Гамли, допустим, этого. Могуль, Ямаша, да, как говорится. Я выражу ей дорогу. Ага, хорошо. Ага, а я из-за тех кустов такой, бац, и на выручку. Ты же целый день в кустах сидишь, правильно? Сидишь, Серёж, тут-то девчонку допали, надо спасать, естественно. Так, веди себя посмелее, Тошик. Да это я, я самый смелый мальчик. Что, как в заправду? Да я семена избил, ты что, не помнишь, что ли? Я постараюсь, себя не сдерживаю. Хорошо. Простой кусочек картона из шерсти нёс себе энергию, которая могла соперлечить с яростью метели. Я повелитель метели, ты что, не знал, что ли? Это я, здравствуйте. Я бы не без удовольствия натянул настоящее лицо поверх очков. Очки не надо, ну, правильно. А, поправил его, чтобы глаза смотрели точно в прорези. Ромка исчез. А из-за школы вышла, оглядываясь, Полына. Футляр из-за подскрипки был неизменно с ней, сапожки скрипели на свежем снегу. Тучи проглотили солнце, и темнота обратилась для меня в длинноухи силуэт. Сомнения, посмотрев мой стол, Полина начала гибать площадку. Вообще, дали эмоции у неё. Она идёт, стоит какой-то поц в моей курке, в моей шапке, с моим рюкзаком, ну, в маске. Зайца. Она мимо проходит с контрабасом и такая, да и ладно, ну, стоит какой-то ебанок. Ну, а чё нет? Я шагнул на перерез, совершенно не забудя, чтобы рост или одежда могли подсказать Полине, кто перед ней. Ты случаем не потерялась, деточка? Ах, какой смелый, да? Маньяки. Чё, может, она не маньяки нравятся, может, она торчит по маньякам, откуда ты знаешь. Хворец она потеснилась к кустам. Ля какой. Да, ты шо, а по... И бах, и Полину избил после... Ты чё, к моему зайчику летишь? На я сразу... Из-за них тут же показался чертыхающийся Ромка. Да ты рано, ты вышел, рано, ты не по сюжету ещё, ну ты дурак. Он неуклюже двигался боком, слово краб. И всё же ещё прятал руку с цветами за спиной. Эй, садист, проклятый. Что-то ты какой-то тоже, если честно, заикающийся паренёк на самом деле. Почему я садист? Что я здесь? Я ж её не трогал. Пока я здесь, никто не обидит эту девушку. Ой, блин, мне стало страшно, я домой, всё. Понял? Ты! Да, я... О, сука, страшно, я домой, всё. Отстань от меня, страшный мальчик. Под маской страдальчески вскинул брови. Интонация Ромки была фальшивой, откровенной идиотской. На репетицию над играл в сто крат уверенно. Ой, ну сейчас мы и забьём Ромку, и съедим его. Ха-ха-ха, беда. Ха-ха, штука. Но я не подал виду и нагло схватил Полину за воротника, подтянул её к себе. Заворотник! Ха-ха-ха, заворотник! За заднюю часть шеи просто так схватил, подтянул её к себе. Её спасаешь? Её ты спасаешь, алё! Ромео! Пальцы пробежали по шелковистым локонам. Полина возмущённо выкнула, но то я только ухмылился. Чувства следовзволенности и безнаказанности захлестнули меня. Я намерился завалить Полину на землю и тискать до силиков, пока несущая колесицу Ромка не научился твёрствовать как надо. Ладно, бывает. Говорю! Ага. Не тронь! Ох, ну букет об меня избей. Но я не послушал и продолжил пьяни от собственной власти, от того, что растерявшись Ромками облёс её под нос. Да ты шо? Я мог делать всё, что угодно под покровом заячьей лечивой. Ах ты скотына маньячная, осуждаете? Выяви терпение, Рохля. Да ты шо, ля какой? Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. Начнётся кочемучий после этого. Сначала девчонку затискает до смерти, после этого Ромку затискает до смерти, потом неожиданно учительница в школу упадёт, он её до смерти затискает, да? А чё нет? У Ромки даже округлись глаза от удивления, и было видно, что он какое-то время пытался сохранить самообладание, чтобы не выйти из роли. Но прежде чем новоиспечённый герой хоть что-то предпринял, его опередила Полина. Ага, да, я. Так, что тут происходит? Ну блин, ну я маньяк, ну Поля, ну я страшный Поля! Пятифан, ты уберёшь своего дружка? Какой? А, Пятифан это Ромка, что я думал я Пятифан. Ага. Оу! Полина на отпуск штуку лобея футляра, так что я бей компарты свел. Вот кто мужчина будет в отношениях, насколько я понял. Просто хлебала, разнесла мне скрипкой и всё. Я же... Думаете, я вчера на свет появилась? Бяша, небось. И... Не бя... То есть, если это бяша, она такая, да у него зубы всё равно выбиты, я ему ещё сейчас доломаю, да, в дырочку аккуратненько ему контрабасом зафигач. Я помню, что это скрипка, отстань, да? Она внимательно посмотрела на меня, словно могла видеть сквозь картонную маску. И даже в клуб тусклом освещения я видел, как поразоверила её неготующая личика. Как в смысле тусклом освещение? Это уже снег, там же должно быть светло. Это я, да. Я прекрасно отыграл маньяка, спасибо огромное. Да, я? Вот, не думала, что ты такой. Ну, хорошо, ладно. Я это, я мусоргский, кстати. Я замычал, ища оправдание, в тайне надеюсь, что Ромка опередит меня и всё объясни. Но фиговище из актёров пялился до сугробы и краснел от стыда. Ну, потому что я хорошо отыграл, да? Я молодец. Спланировать такое шоу и так облажаться. Полина смотрела на нас, сжав кулаки, вдруг выкрикнула. Клоуны! Почему клоуны? Согласись, алё, Поля, я хорошо отыграл маньяка, я хорошо отыграл. Крик вертикта ещё бился в школьные стены, как попавшая в ловушку голод. А Полина кинулась проще от нас по заснеженному асфальту. Кинулась она, кстати. Ромка так же в столовку бежал. Она плеснула тенью, словно шлейфом платья скрылась за углом. Та за шоу, блин. Голова Ромки обречённо упала на грудь. Облезлый букет шлёптался в серую кашу мокрого снега. Та за шоу. Это фиаско, братан. Свежий мем, кстати. Ломэн. Я снял маску со спотешившего лица и ветер остудил кожу. Ну всё, ну блин. Вольтроне не нужны женщины, ты понимаешь? С маской я словно стащил слепок посторонних мыслей и эмоций. Рома скрипёл зубами, таращаясь под ноги. Потерянный и подавленный, не умеющий, как я, встречать контратаки и удары судьбы. Я видел, насколько ему плохо. Он был готов крушить всё вокруг, биться лбом о бетон. Что угодно, но только не попросить Полину вернуться. Он был сильным и смелым, но так боялся показаться слабым, что мешало ему жить. Решение пришло малоненосное. Я положил ладонь Ромки на плечо. Схватил его за воротник, да? Я за бяшей. Сейчас устроим гачебучий после этого. Парень, представление подготовил. Шоу целое. Это фифа такая, конечно, малолетняя. Я осуждаю максимально. Парень букет приготовил. Целый сюжет написал. Сценку написал ради этого. А ты, блин, носом воротишь. Ну пошла ты. Скрипичный футляр девочки покачивался, как хвост раздражённого животного. Полин. Ага. Вот сейчас у неё маска будет, нахлебали, я уверен. Она сбылла шаг, но не обернулась. Ну, Полин. Показался хороший. Её хорошенький профиль. Чего? Шо, блин? Вернулась, быстро, алло. Фифа, пандыковая. Я поравлялся с ней, осторожно взял её за локоть, она не одёрнулась, хороший знак. Ты всё неправильно поняла. Ну, блин, ну шо ты, блин, алло. Полина убрала с лица прядь. Я подумал, что это жесть она могла посмотреть в каком-нибудь фильме Шерон Стоун. А, ну понятно. Да, то есть она поэтому себя и ведёт, как Шерон Стоун, да? Подходит, облокачивается вот так вот на стол, да, волосы закидывает, да? Вот ты, школьники, вот вы лучше бы книги читали. Голос её оставался строгим. Что тут понимать-то? Это знаменитая фраза Шерон Стоун, моя любимая, кстати. Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. А чё, а, что они, почему они геройские, я не могу понять? Чё вам надо тогда? Какой геройский поступок ещё нужно совершать? Ты застрянешь на дереве, он тебя будет снимать после этого. Парень, хулиган, который к театральной деятельности вообще не имеет никакого отношения. Придумал целую постановку, сценку, только ради одной девчонки. Нет, это не героический поступок, совершенно нет. Букет для неё нарвал после этого, хулиган. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит. Почему шутом? Я опасный маньяк был, ты испугалась, я видел страх в твоих глазах. Ещё и маску где-то нашёл, гадкую такую. Вот сейчас ты за маску ответишь, да? И я вспыхнул, ничего, она не гадкая, она вслух сказала. Ты не поняла, ты Ромке очень нравишься. Поняла, мол, в её взгляде проскользовало любопытство. Мне так отчаянно хотелось обнять Полину, украсть, увезти. Обычное, доброе желание, ну такое чисто, ну понятное всем. Хочется взять, украсть её, увезти её в лес. Чисто дефолтное, у всех такое, да? Am I right, girls? Да, познакомьтесь с новыми друзьями. Там мои друзья из фури-клуба в лесу, пойдём я тебя покажу. А мне плевать, что ты скажешь, я тебе всё равно украду. Чтобы флейта играла Полине, бы понравилась её мелодия. Это мусорский, кстати. Чтобы мы прыгали до небес выше облаков. И так, под приколоченным к небосводу звёздами, я бы рассказал Полине, как нуждаюсь в ней. Что она вода, а я умираю от жажды. Я думала, я тебе нравлюсь. Я притворился дуэсиком. Антоша, дорогой, тебе даже притворяться не надо. Мне? Полина обиженно вырвалась. Всё ясно. Ага. Душики тупые, это когда мы. Ты постой же, нравишься. Ты всем нравишься. Вот, да, вот так вот. Но, Ромка, он особенный. Он с детства особенный. Поэтому он в нашем коррекционном классе. Особенный лжец. Да почему лжец? Даже если бы он подошёл и сказал ей вхлебало, ты мне нравишься. Она бы сказала, ты что, дурак? Ты тупой хулиган? Ты врёшь всё? Ты лжец? Поэтому заковыристо придумал проход, обходной. В ноги проход придумал. Нет, всё. Баба странный. Он целеустремлённый и на самом деле серьёзнее, чем кажется. Естественно. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. Вот так вот. В какой-нибудь большой сверкающий город. Вот так вот. Ромка владелец городов, кстати. Да куда угодно. Вот так вот. Он обещал защищать тебя. Это он мне сам сказал, да? Не ей, а мне. Полина осмотрела в темноту за чертогами школы. Там был ветер, окрубился снег. И что теперь прикажешь? Ну пошли, я тебя украду в лес. От него обещаний детей рожать? Неначалу узнать поближе. Дать ему шанс. Шутки шутками. А настоящий маньяк ещё на свободе. Это я. Позволь разорядить тебя сегодня. Я говорила, губы мои немели, деревенело лицо. Ну потому что снег идёт холодно. Я боялся, что мой голос выздосыщенный чувства. Слова были бритвами, которые резали мне грудь, и гортань высыпалась наружу. Полина молчала бесконечно долго, а потом ещё дольше. Она возмущённо сопела и барабанила пальцами по чёрному футляру. Наконец она сказала, вздохнув. Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. Я розыся битого, кстати. Бабок заработаем немеренно, если мы в деревне будем людей сводить. В деревне-то люди нихрена не умеют в общении, в коммунике. Ну в общении межполовое. Они ж вообще нихрена в деревне не умеют делать. А мы будем связующим звеном, мы будем как тиндер, понимаешь? Бабок немеренно с тобой срубим. Ну чтоб не думал себе всякое. Да хорошо. Я изобразил радость, когда надо, я мог притворяться. Ты не пожалеешь. Особенно дурачком у меня лучше всего получалось это делать. Я брёл обратно за угол, вслепую шаркая по стеклу. Потому что мои веки были плотно зажмурены, а сердце билось как монт, гоняя душу гвозди. А как я без, ну как я с закрытыми глазами дошёл? Я что, школу наизусть уже знаю? Я в три раза в ней был. Ромка сидел на корточках, зверушек короткий волос. Ты что без шапки сидишь, дурак? Ты как детей рожать будешь от обещаний потом? Она ждёт тебя у ворот. Вот так вот. Я всё, я всё уладил, братанчик. Я всё уладил. Наградой было изумление на лице товарища. Это изумление, кстати. Я вскочил, захлёбываясь словами. Совсем не тот замкнутый лидер, молчу, с которым я познакомился на плашной неделе. Тош, ты спас меня? Да какой раз уже? Потом скантуемся с тобой по поводу... Братан, да я теперь твой должник на века. Я в курсе, братан, не переживай. Хочешь, я тебе тетрис пуганю? Вот это на... Хочешь, ты уже рукопашным приёмом? Давай, и тетрис, и рукопашные приёмы. Я буду после этого самый красивый мальчик в школе. Самый важный. Что? Я мечтал только об одном, чтобы меня оставили в покое. Чтобы я мог встать в тишине и смотреть, как лыжется на ветру лес. Вздыхать морозный запах хвои сквозь старую маску. Пикисосин. А, иди. Всё. Хотелось верить, что в случае с Алисой мне придётся выбирать между чувствами и дружбой. Так у тебя Алиса есть. Ты сам говорил, что самая красивая девочка, это твоя шизофрения в голове. Ты сам только что сказал, что Полина, это девочка номер два у тебя. Кроме неё, у меня уже никого не осталось. А, вот про сеструху вообще забыл нахрен. Про мать, про отца, про сеструху. Пошли они нахрен. Вот, блин, девочка из школы, которую я знаю два дня. Вот это да. Разве что Оля. Ну, конечно, мы лучик света в этой кромешной чёрной тайке. Как я мог забыть о своей маленькой сестрёнке? Я знаю, чего я хочу. Мороженого. Ромка, успевший сделать несколько шагов, остановился посмотрён на меня. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде. Вот так вот. В Диснейленд меня отвезёшь, дорогой? Мой приятель ухвылялся, сдвину шапку до затылок. И что ты предлагаешь? Ну, денег дай мне в Диснейленд и за гран-паспорт сделаешь. Зберкассу обнести? Давай, а чё нет? Нет, надо просто поймать маньяка. Вот так вот. Того, кто в ответе за все эти похищения. И миллион долларов, что ли, заработаем сразу. И получить обещанную награду в милиции. Да там максимум тетрис будет, и грамота какая-нибудь, и рукопожатие очень чувствует. Ромка скривился, спрятав руки в карманы штанов. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнёт? Да, лично от своей зарплаты, просто 10%. Подарит максимум часы, командирский, и будь здоров. Дело, говорит парень? Ага. Меня утомило перерекаться с Ромкой. Ты поможешь мне? Да или нет? Да прям поездку в Диснейленд сразу подарит, естественно. Я сказал уже, мы команда. Лё, вот это надо. И Беша такой. А, а чё? Куда ты, туда и я. Погнали. Иди уже, тебя девочка ждёт, мёрзнет под забором. Алё. Хорошо. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Берёте огромную доску, снимаете три портрета похищенных детей, вешаете туда фотографии, перетягиваете всё нитками, два часа стоите думаете как Шерлок, а после этого решение порисходит вам в голову. Слушай. Ага, давай. Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Надо идти на кладбище, наверное. Готов поспорить, это была Катька. Ладно, давай поспорим. На Тетрис, кстати, давай. Я весь собрался и превратился в нерв. Катя это шажок к Симену, а от него к Вовке. Поможем полиции арестовать убийцу, это проклятый маньяк перестанет держать наш посёлок в страхе, а с ними и уйдут взрослые запреты, что не разрешают Оле выходить на улицу. Я наконец-то научу её прыгать до небес вместе с того бедру. Подарю сестричке шизофрению и туберкулёзно, двустороннюю пневмонию, потому что мы будем голые бегать по лесу. Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу. Да и время поджимает. Давай смотри, ты Полину отводишь до дома. Она говорит тебе пока, после этого ты разворачиваешься, идёшь на кладбище, там я стою тебя жду и мы с тобой расследуем дело. Так это не работает, да? Давай пересечёмся у дома Полины через час. Нормально, имба. Нет, лучше через полтора. Всё, погнали, отличная идея. Знаешь, где она живёт? Нет, никогда не видел. Я вспомнил номер дома, тайком посмотренном в анкете Полины. Дома найду. Давай, нормально. Отлично, мне пора. Давай, поживи, тебя уже заждалась там девчонка. Женишок. И Ромка умчался, а я остался усмирять голову в грудной клетке. И сейчас Алиса. Чё стоишь, мёрзнешь? Пойдём прыгать в лес. Пойдём в лес. Оля. Блин, бедный Бяша, он один остался неприкаянный. Один и несколько, блин, без Ромки домой пойду теперь. Быть может, теперь с Ромкиной поддержкой весь этот ужас наконец прекратится. Всё, грустный Бяша теперь. Всё, без тянок остался. Лузгающий семечки Бяша скривился, как только подошёл к нему. Смотрите-ка. Фу. Я явился. У меня запалился, на. Да что ты на меня-то обижаешься? Дайди себе девочку тоже, Алё. Бросили меня тут, на. И срулили вдвоём. Голубки. Осуждаю максимально, да. Вот у Бяша прав на самом деле. Команду Вольтрона называйте. О, по факту, кстати, максимально согласен с Бяшей, вот серьёзно. Бяша нахуклился и демонстративно отвернулся. На минуту я задумался, взвешивая про себя, а пригодится ли нам помощь Бяше в поисках Кати? Или этот Ромкин прихвостень только всё портит? Да позвать пошли, чем больше людей, тем круче, естественно. Ну, Бяш, не обижайся. Погнали, мы Вольтрон, мы команда. Команду совсем потерял, ты уж не злись на него сильно. Слушай, это ж любовь, ну, ну, что ты, дурак, что ли? Вот, держи от меня подарок. На тебе, что я подарю ему? Я передал Бяше, заработаю на набросок Вольтрона, огромного трансформенного, собранного из пятёрки роботов-левов. На тебе, дорогой, повесишь. Нетёсе, это мне, на. Да всё, братан, братское сердце, братское любовь, да. Спасибо, Атоха, лазу. Да, братан, всё хорошо, нормально всё. Полтора часа встречаемся у Полининого дома. Имба, пойдём искать. Вот это надо. Бяш, аж поразовел на радостях. Где будем заниматься? Искать маньяк, он после этого, ой, а чё-то у меня дело, а? А у меня чё-то продлёнка. Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы. Стараемся не пропасть без вести. Вот так вот, отлично. Три мушкетёра. Вот это надо, блин. Самые длинные полтора часа в жизни, словно миксер, разломили мой мозг до жидкой кашицы. У тебя и так до этого был мозг жидкой кашицы, чел. Одни тревожные мысли наклюстывались на другие. Пропавшая Катя, лес, маньяк, и склепы, могилы, кресты. Бяша выпался из ранних сумерек в квартале однозначенного места. Чего, унылый такой, на? Следых анекдотов нет. Ну, естественно. Тут маньяк бегает, я свежие анекдоты читаю в газете, ну правильно. Я был рад видеть даже его физиономию. Ля какой, да? Вся банда в сборе. Ля банда, тупо, потому что мы банда. Пошли искать маньяка. Но обязательно было спрашивать Ромку о свидании. По улыбке души становится ясно, что все прошло великолепно. Нормально. Ромка, что ты его поднул меня в бок? Ну ай да, джентльмены. Джентльмены, пойдем искать маньяки еще. Этот ядливый, тот нефятный. Ну вот, инь-янь, понимаешь? И только ты прослоечка между нами, Бяша. Это вот это, Цирилла Гиф, знаменитое, с Залтаном. Фиг вот поймет, нет? Да согласишь, и мужиков понять, конечно, очень сложно. А ты лишний раз, Бяш, не думай. А Бяша и не задумывался по этому поводу. Все ж последние извилина узлом закрутятся. Ха-ха-ха-ха, анекдот кста. Ага, заходит улитка в бар. В это время люди в домах стряпали, смотря телевизор, переругивались. И только мы делом занимались, потому что мы банда. На крыльце курили хмурые мужчины, скрипел колодезный ворот. Метель обошла поселок по дуге. Но она не заботила меня и пугала. Лес вырос на нашем пути, и только мы вошли в него, то он проглотил нас зубастой пастью. Сосны скрипели, а из тайги тянули зыбкие тени. Они выгибались по обе стороны от дороги. Сизая дымка струилась под оврагами, а ее хвосты завивались в прозрачном танце. В лесу тошнотворно пахло, а воском церковных свечей мутило рассудок. Снег чавкал, проседая под подошвами. Кочки напоминали насыпи на могилах, а кресты заменяли перекрученные хилые деревья. Из-за леденения болот стенало и булькало тьмасло, он называл ветер. Время перестало иметь значение. В какой-то момент мы уперлись в буллерон. Значит так, поисковая операция начинается. Имба, разделяемся. Разделяемся, пара цены. Разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. Имба идея, погнали. И желательно, пацаны, поживее. Вот это, кстати, ты хорошо придумал. Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. Умный парень ты, кстати. Мы осторожно стали пробираться через поваленные деревья в слабой надежде найти хоть что-то. Мы в таких потемках найдем. Давайте уже вот это по домам. Да нормально, сейчас мы идем. Опа, сюда. Кошелечек сюда, денежка. Вот это надо. Братва, я, кажется, на пол. Надо было звук из Финал Фэнтези. Вот это, нахождение лута. Все, да, денежка. Погнали. А потом я услышал сдавленный в крик и вспомнил, кто Бяша и Ромка, или я сам. Наконец-то я увидел волочью и все равно не верил своим глазам. Что? Абсолютно седой Бяша в ужасе пялился, спотыкаясь, пока наконец не рухнул к сугроб. Он протянул руку, и я увидел, как разжат его пальцы, указывающие в пустоту. Что? Что такое? Бяша взвился, словно ужаленный, и побежал прочь. Ромка не посмотрел на него. Что? Он продолжал глядеть вперед, не боргая, не дыша. Я не заметил, как зашагал навстречу чему-то, тому-то необесуемому страшному. Нерешительно отодвинул завесу мохнатой хвои. За елями показалась не большая пушка, некоторые выжженные точным попаданием молнии. Почерневшие пни ограждали круг. Посредине стоял черный гараж. Его гладкие стены были выкрашены черной краской. Казалось, они впитывали в себя весь мрак. Я подумал, что гараж это не просто металлический короб, который легко можно перевозить с места на место. Это нечто живое. Не надо, дядя. Да нахрена, что ты идешь туда? Стоит черный гараж, надо же обязательно пойти постучать. Насекомое с черным лохматым хитином, прожорливый падальщик. Мы таращились на него, внимательно следил за нами красным мерцающим глазом. Я сказал себе, что это просто лампочка. Генератор жужжал тихонько, но до этого звуки слышалась угроза. Да, я. Да, да, я. Открыто. Спасибо. Я догадался. Я попытался сглотнуть, у Рома был сухой, как пустыня. Пустыня, это естественно сухая. Ну, пососи хактус. Ворота гаража были распахнуты, внутри коробилась чернота. Я почувствовал прикосновение, Ромка положил гуд на мое плечо. Пойдем. Пойдем. Ладно. Он выглядел сейчас старше своих лет. Да что там, он выглядит дряхлым стариком. Что? Ты что сбрендил? А что, у нас есть выбор какой-то? Давай в гараж их заглянем. Может, там на металлолом будут что-нибудь сдавать. Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Да он, гараж уйдет. Ромка сплюнул себе под ноги. Будь ты таким наивным, Тоха. Согласен. Твой Тихонов, вон, даже варежку в лесу отыскать не смог. О, лох тупо. Вот Тихонов из следа уже давно бы нашел похитителя. Да и западло с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учебке стою. По факту, да? Вот это на... Я тоже так могу, но она далеко... Ладно, понтанусь, бабочный приколдес. Вот это вот тупо, да? Понятно. Погнали. Маньяк наверняка вернулся туда, в свое логово. Согласен. Поэтому порезь его сейчас на перо, посадим его. Согласен. Иначе в следующий раз подкараулит уже он. На перо сажаем его, погнали. Зверя-то говорили, что он всего лишь человек из поселка. Но справимся ли мы без розы? У нас перо! Мы на перо посадим его, давай! Погнали. Так что решайся. Да вперед! Что ссать-то? Милицию... Гараж, погнали! Купь милицию! Мы прибыли здесь к постройке. Сюда. И скоро бы они доносились и звука, только гудил генератор. Ромка постучал костяшками по воротам, убеждаясь, что они не собираются превращаться в хищные челюсти. Ага. Осмелев, он распахнул двери пошире и принялся ощупывать проемы в поисках выключателя. Помоги-ка мне. Давай, я захожу. Включить. Вот оно чё, смотри, вид! Ага. Гараж оказался самым обыкновенным. Полки с инструментами по бокам, какие-то канистры, тряпки, да накрытая чехлом машина. Ни маньяков, ни жертв. Я даже успехнулся от облегчений и прочёл те же эмоции Нельсо-товарища. Сейчас его украдут! Ромка вошёл в гараж и обогнул по часовой стрелке автомобиль. Подшарил среди пыльных полок и посмотрел на меня. Я расхлабился настолько, что перешагнул порог. В углах какая-то паутина, налипла тьма. Паук, если бы он был давно, покинул это гнездо. Почему-то так напоминает алтарь. То, что гараж это церковь, а здесь атрибуция нечеловеческой этой южной религии. Я не хочу видеть иконы с вериной веры, древние письменные железные реликвии. Да нет, это же просто хлам. Никому тут не молятся, не бывает таких храмов. А восстанная столешница, потому что электричество часто выключат. Их хозяин работает при свечах. Жигу, дай открою, нет? А-а-а! Что это было? Осечённые конечности, груды фарша и головы, облепленные мясными мухами. Всё, что я вижу, заклинув ящик. Как в ночном кошмаре страшная версия поля чудес, которая ведущий хакача, опуская слюну, вынимает из коробки истекающей гноем призы. Ты где такое видел в эпизод с Якубовичем? Ты издеваешься, что ли? Но его ящик пуст. Если бы там что-то было, его убрали с глаз долой. Согласен, не надо пугать меня, сука, я дай потыкаю. А-а-а! Но это обыкновенные слесарские тиски. Так же стоят в кабинете труда. Тиски для деталей, для... не для жертвы, капли масла, а не крови. Ну и ладно, тогда. А-а-а! Тихо! Ага, нормально. Тихо, тихо. А-а, что это было? Ага, инструменты. Ну и ладно. Тускай свет не проникает сюда, в темноте может быть что угодно. Друг вот смотрит на меня в упор, причащается кружевом паутины. А-а, если встать на цыпочки, пыли рухлядь. По-по-посаду. А-ай! Ржавый хлам. Что под покрывалом? Кажется, это место капец, какое унылое. Да реально, черный гараж, просто перемещается гараж, и там старый жигуль, который... Почините меня! Почините меня! И никто его починить не может. Еще и сгореться, с жигулями внутри. Да открой жигуль! Ага. Давай догоним Вяшу, ему крепко досталось. Давай жигуль посмор... А жигуль не надо? Алло. Я вышел под сникупатом. Кажет опал к выходу, как вдруг остановился, затупчиво поглядил на автомобиль. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Давай жигу угоним, правильно. Магнитолу скручил. А, вожди минуту, я мигом. Давай. Давай. Из-под чехла раздался скрип. Что? От неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб. Ты слышал? Она там. Что? Я смотрел, как вдруг дергает ткань, но побежал прочь, не хватило сил. Ноги словно примерзли к земле. Ну, Ромка справился без меня. Вскоро ты с помощью нашего чехла полетел в сторону. Под ним не было автомобиля. Что? Там вырастала из пола и белестела машина маслом огромная мясорубка. Я видел такую одну в передаче до 16 и старше. До 16 и старше. Советская и российская телевизионная передача, посвященная проблемам молодежи, беспризорность, движение рокеров, тема наркомании и дедовщины, проблемы досуга, взаимоотношения в семье и мясорубка. Ну, почему бы и нет. Промышленная махина, которая на фабриках перемалывали коровьи туши для колбасы. Что? В раструбе, напоминающий взёб гравожадного цветка в венериной мухоловки, находилась связанная Катя. Она очнулась словно от сна. Её глаза круглись от страха. Кляп позволял лишь книгать и начать. Я сбросил себя уторопили. Чужой тяжёлый чехол и рванул в гараж. Тем временем Ромка почти взобрался до стальную душу губку. Он взял Катю за подмышки, верятно коленом Ромка зацепил какую-то кнопку. Загудел механизм, зуб добавил ворчание голодного желудка. Ромка кричал испуганно. Я осознавал, что делал. Выключи, выключи её. Я сейчас, держись. Ничего. Ни одна чёртва кнопка на тумбле не могли остановить эту жуткий скрежет жерновов. Работает. Нихрена не помогает. Так вытащи её просто. Чё ты тупишь? Мы согнулись от Катя и рванули её за локоть. Внизу заработали спирали. Сначала медленно, но с каждым витком они набирали скорость. Раздался хруст, как костёр поедает хворост. Свытаскивать. Беда. Всё, беда. Не спасти её. Не спасти её уже. По-моему, её не спасти. Почему она молчит? Катя взвыла сквозь кляп. Но мясорубка не отпускала. Мясорубка питалась. Я закричал, увидев, как лезвие наматывают на себя лохмотья сплюстутых ног. Но Катя теперь напоминала измотанной колготки. Кости прокнули кожу, торчали словно сучки. В багровом сиропе плавала белая коленная чашечка. Я тянул Катю на себя и чувствовал, что проигрываю. А нахрена я её спасаю? По-моему, уже беда. По-моему, я только мучения её продлеваю, если честно. У меня такое ощущение. По-моему, я только мучения продлеваю. Но я спасаю. Я спаситель. Беда. Беда. Лезвия раздробили таз. Зацепилась кровавая каша. Катя выпала на одной безумной ноте. Глаза вылезли из орбит. Белки становились красными. От лопающих сосудов лезвия дошли до живота. Легко выгребли из плоти сизые трубы кишечника. Так Оля наматывала спагетти на вилку. Вонь в внутренности распространились по гаражу. Я больше не пытался помочь Кате. В этом не было ни малейшего смысла. Голова девочки и свобода оботала. Смутные глаза смотрели в пустоту. Месорока перегрызла ребла и погатила её, оформившисью грудь. От кровяного давления лесу Кате потемнело. Алые струки сочились из глаз и из ушей. Катя умерла, но механизм продолжал работу. В волосы попали лезвия. Скальп сочным хлюпанием отделился от черепа. Кожа леса съехала вниз, а гриба со смерти заставила меня отшатнуться. Я ощутил руки на своём теле и решил, что сейчас меня швырлю трасту в качестве десерта. Что я смешаюсь с единым фарш с Катей. Но это Рома дошёл мне проще. Из металлического холода механизма шлёпалась потом толстая колбаса-кровянка, застрявшими волосами и костями. Ну ты постарался максимально. Красавчик, Рома. Клубника, достижение открыто. Мы вывалились из гаража. Я взял горь снега и запихнул себе в рот, прожевав в рыхлую субстанцию. Ромка стрел на коленях, утирая лицо снежком. Я отползал от чудовищной мясорубки, цепляясь ногтями за лёд. Кашел точно пытался отхарпуть воспоминания об увиденном. Но я знал, что никогда не забуду ни запаха, ни звука ломающейся кости и неприсмертной огоньей Кати. Рома пополз ко мне на четвереньках и на секунду я решил, что он потерял рассудок от ужаса. И теперь как дикий зверёный ночь перегрызает мне глотку. Он взял меня за куртку, принёс со снегом оттирать красные капли с рукава. Что ты делаешь? Никто не должен узнать. Логично. О чём ты? Никакой милиции. Слышишь? Почему? То есть как они потом докажут, что это мы так сделали? Мы пришли, там всё в крови было уже. Мы пытались её спасти и не успели. Катю по частям мы не соберём. Ну логично. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Да нас не посадят за это, алё. Но ты говорил, говорил, говорил. Он беднул ненавище взгляд на караш. Я включил мясорубку. Нечаянно. Попробуй докажи. Ну так попробуй докажи то, что ты это не нечаянно сделал. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Я за решётку пойду, а маньяк будет разгуливать на свободе. Ну так, дорогой, вопрос на миллион. Если тебя посадят и продолжатся от маньячные приколы, вот эти вот все, то, наверное, ж тогда не ты маньяк. Если вот это вот произошло и посчитают тебя маньяком, где остальные дети тогда? Нет? Нелогично? Нелогично. Правильно. Блядь! Осуждаем маты. Жизнь ведь только начала налаживаться. Но мы не можем просто так. Можем. Поглянись, что никому не скажешь. А иначе он не произнес, но не читал с его Тони. Я молчал минуту и думал о кровавом бульоне, лющемся из махины. Рома был прав. Даже если Тихонов поверит нам, гараж к тому времени уже может исчезнуть. Чудесным образом перенестись на другую поляну и в другую часть этого чёртова леса. Пожалуйста! Кто-то должен защищать Полину! И Олю подумал, я медленно пиваю. Я боялся, что не сдержу слово. Что мама прощёт на моём лице и увидит нестёртые капли крови и унюхает запах. Так вот, что случилось? Да там, блин, чё-то это. Полис угулял, упал. Я раскалюсь, просто упаду перед ней на пол и буду рыдать от страха за себя и за родных. И я ещё не знал, что меня ждёт на месте, которое я по ошибке назвал домом. Чё-то уже беда, да? Я захожу, а там уже кровянка лежит, да? Входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что ини покрывают мою кожу. Я стиснул кулаки. Мрак просачивался в прихожую, а с ним медленно планируя на ковёр влетали снежки. Будто стоя падальщиков, почуявших добычу. Я вообразил три мясорубки в разных частях дома и трёх близких людей, переломывая лезвие. Я осторожно перешагнул через порог. Вдруг услышал, как кто-то говорит на кухте, но это был всего лишь радиоприёмник. Циклона, которым мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. Так это ж не сильные порывы, алё, 15 метров, это вообще детский ветер. Презвало жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происходения несёт с собой буран. Хорошо, ладно. Я... Сверху тоже доносились голоса. Впервые звуки ссоры подействовали как успокаивающие. Заскрепили протяжные ступеньки. Что? Я делал шаг, а сердце в то время успевал ударить 5 раз 6. В дверь родительская комната была отворена. В пятне света выступал театр тени, и чёрный силуэт исполняли танец ненависти. Мамины кисти взметались к потолку, когда она шипела на отца. Он нависал, скрестив руки нашей рукой. Мы все в опасности. И всё из-за тебя. И не ври, ты видел его в посёлке. Он вычислил, где мы живём. А, ну это про щела со шрамом, наверное, да, который нас преследовал? Это был не он. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Я пробежал к спальне. Родители снова ссурились, выясняя отношения, сыпали взаимными обвинениями. Отец низко позволенному заречал. Пусть они прекратят. Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Я догнал видение, которым сестру поглощали лезвия мясорубки. Опухшая слёз личика заставляла меня похолодеть. И почти вытолкнула из мыслей кровавого броскати. Что случилось? Они разведутся. Я обнял сестру и прижал к себе. Языка отказывался повиноваться и искать утешение. Крики будто звучали сразу отовсюду, справа, слева, снизу, сверху, били по макушке. Ругань падала к нам на голову, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бабёжки-беженцы. Я хочу уйти! В свою комнату? Нет! Дальше! Пойдём в лес тогда, правильно? Они меня в небыли, Анти! Ты обещал! Ну, щас отведёт её парень. Парень шизой, ему многого не надо поводов по этому поводу. Я осторожно отнял её руки от ушей, повёл мимо вибрирующей яростью спальные родители. В эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалет и присоединился к дверям. Колени подгибались. Почему тебя не было так долго? Да там, знаешь, продлёнка. Неожиданно, с корешами гулял. Ты помог ей? Ну, в каком-то смысле, да. Что-то стукнуло о корнице снаружи. А сова пришла снова, да? Оля вздругнула и сбросила взгляд на окно. Свежок повторно шлёпнулся в раму. Ну, это или Ромка, или Бяша, наверное, сумасшедшая. Ты ждёшь кого-то? Конечно, естественно. Я не ответил. Отпустил её запястья, да вскрипнул испуганно. Я пошёл по комнате, морщись от каждого родительского скрика. Билась посуда, папа с мамой переместились на кухню. А-а-а, я дёрнул штул и рывков распахнул окно. А, кореша мои, здравствуйте. Совушка, медвежутка, волчек и, конечно, пленительная лиса. Все они были в сборы и махались снизу. Да, и я окровавленный. Патрик Бэйтман просто в окошко машу им. Оля уйкнула, завидев девочку-птицу. Я же говорила! Да она добрая, блин, это я злой. Я всегда верил. Кто они? Помимо страха в голосе звучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. Да лучше скучным ребёнком быть, чем гулять с какими-то фури, непонятными людьми ночью в лесу. У нас столько игр, не игры, дима. А-а-а. Можно я дома посижу, у меня посттравматический синдром? Пожалуйста, хотя бы один день отдохнуть от всего этого. И потом отдохнём. Ага. Друзья! Ну чё, заборемся тогда, получается, на руках армрестлинг, да? Погнали. При виде Алисы сердце забило сильнее, внутренний голос буквально кричал, наконец-то она здесь. Они знают, как попасть в небыляндию. Они много чё знают, судя по всему, раз они в лесу танцуют зимой, я прикидывая, глядя на зверят. Погнали. Может быть, пойдём и узнаем. Пойдём, а чё нет? Да, естественно. Ворвёмся в небыляндию. Фигурки листых друзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Погнали. Мама лаяла на отца отрывисто, как дикое животное, с передачей Николая Дроздова. Николай Дроздров, советский учёный-зоолог, путешественник, популяризатор науки, ведущий передачей в мире животных, обладает заразительным атимистом и трогательным отношением к животным. Это да, это хороший мужик. Пока что остановимся. Вторая серия выйдет тогда быстрее. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. Пиши в комментариях. Да, это жёстко! Обязательно! Люди, которые спонсируют мой канал на Клуб Чемпионов, спасибо огромное этим людям и всем людям, которые спонсируют и помогают моему каналу. Вы действительно помогаете каналу, спасибо вам за это огромное. Также, если хочешь получать мне секреты, видосы, спонсорские, которых больше нет нигде, то нужны ссылки, находятся в описании подо мной, это очень сильно поможет каналу. Также, если бы подписаться на Телеграм, там тоже бывают инфа и инсайды. Спасибо тебе огромное за просмотр, люблю тебя, целую и обнимаю, потому что объятия действительно после такой серии нужны нам обоим, между прочим. Спасибо тебе огромное, удачи тебе и пока.